Здравствуйте, уважаемые собственники жилья многоквартирных домов! На днях отдохала в загородном доме моих богатых друзей и обнаружила, что их коммунальные проблемы решает Дворецкий. А как быть нам, жителям многоквартирных домов, подумала я. Но мой активный житель вовремя задал свой вопрос, тем самым избавил меня от терзающих вопросов. Что такое жилищно-эксплуатационный участок и каковы его функции? Наш Дворецкий в многоквартирном доме – это ЖЭК со своим начальником, техниками-смотрителями, бригадами-слесарей и плотником и со своими функциями. Во-первых, что такое ЖЭК? Это жилищно-эксплуатационный участок, который обслуживает жилой фонд, который находится непосредственно на ее территории. А жилой фонд – это у нас в первую очередь люди. Работа вообще у нас ненормирована. Вот мой рабочий день с 6 часов утра начинается. Вот кто здесь поблизости живет, знает, во сколько у меня загорается окошко и во сколько оно у меня гаснет. Но давайте не будем скрывать, что Марина Николаевна нарисовала портрет хорошего начальника ЖЭУ, да и мы сегодня говорим о норме, об идеальных ЖЭКах, о таких, где люди могут получить ответ на любой коммунальный вопрос или получить реальную помощь от специалистов. Понятно, что стараемся объять необъятное, стараемся, чтобы каждому человеку, проживающему в жилом доме муниципальном, который обслуживает вообще полевская коммунальная компания, тут я уже говорю не только за свой ЖЭК, за другие, чувствовали себя комфортно. То есть, ЖЭК, что мы в основном? Мы содержим жилой фонд в исправности. Это крыши, чтобы людей пятых этажей и девятых не топило. Это подвальные помещения, чтобы люди спокойно могли спать, так как мы знаем прекрасно, что сейчас у нас и криминальная обстановка, и пожары возобновились, чтобы все это было закрыто, чтобы вода, талые воды и вообще атмосферные осадки не попадали в подвальные помещения. Чтобы зайти в подъезд, можно было приятно, чтобы у нас были с вами все ящики почтовые в исправности, конечно, все это хочется. Правда, Марина Николаевна просит жителей признаться, что часто они сами, а чаще их великовозрастные дети, творят в подъездах такое, что потом справиться с порядком в этих подъездах не может ни один идеальный ЖЭК. Зимой снег, осенью листва, летом мы косим, все прекрасно видим, и два раза в год мы убираем подвальные помещения. Вот я с удовольствием вам покажу 75-й дом, просто сейчас переключаясь, что мы каждый год вытаскиваем из подвалов. Это ведь уму непостижимо. Все, что нам не нужно, мы тащим все сюда. Но потом вдруг мы кричим, крысы Марина Николаевна появились, блохи появились, а откуда они появляются-то? Согласно жилищного кодекса, вообще в подвальном помещении, кроме инженерных сетей, ничего не должно быть, но мы туда все несем. Мало того, значит, мы вытаскиваем этот мусор, к нему начинает подставлять бытовой. Ладно бытовой, я понимаю, жить стали все люди хорошо, дай-то Бог. Но вот сейчас мы проедем на 75, вытащили диван, вытащили кровати, а окна, то, что сейчас мы меняем, окна пластиковые и старые, это в порядке вещей, мы все сюда выбрасываем. Виктор Милянович, вы застеклили на 63-м подъезде? Поехали в пустые обеды. А второй подъезд застеклили? Второй подъезд. В здании ЖУ номер 2 встречаем плотника Полевской коммунальной компании и понимаем, есть еще одна функция у ЖУ. Ох, ну если перечислить все обязанности, которые я подписал в этом году, бетонщик, плотник, маляр, штукатурный, стекольщик, обрезка деревьев, вот такие работы я выполняю все. А тут еще появилась проблема, у жителей микрорайона просят провести ремонтные работы по инженерному оборудованию. Полевская коммунальная компания два года тому назад пришли действительно к единому мнению, чтобы бригады слесарей находились непосредственно в ЖЭКах, то есть под руководством начальников. С чем это связано, значит, те же люди, хоть бабушка, хоть молодые, действительно, значит, подходит к нам, говорит у нее проблемку, мы с ней все это обговариваем, решаем непосредственно, значит, эти заявочки. Вот даже покажу на основании, каких сейчас покажу, вот такие вот у нас есть заявочки, бланки, да, я пишу заявочку, адрес, все, вплоть до того, что человек, выполняя, и отправляю сантехника, вплоть до того, что он выполнил работу, у меня человек должен здесь расписаться. Иногда пишут такие петиции хорошие, спасибо, молодцы, все, то есть это непосредственно, во-первых, я смогу контролировать выполнение работ, это первое. Второе, вот, допустим, есть у нас и платные заявки, да, в частности, допустим, установка машины, ну, кто-то там, счетчики, ну, разные вопросы, значит, бывают. То есть я, опять-таки, и прошу людей не обращаться напрямую, и всем даже советую, если идете конкретно через ЖЭК, есть и платная заявка, значит, выписывается, оплата в кассе происходит, выдается вам квитанция, мы за это уже несем ответственный, не дай бог, все в жизни бывает, значит, кто-то там некачественно поставил или что-то вы протопили, уже мы несем ответственность. А если вы халтурно пригласите, он еще сделает тяп-ляп, денежки возьмет, вы его потом не найдете. Вы еще хотите знать, какие функции возложены на жилищно-эксплуатационные участки? Тогда вам стоит послушать этот короткий диалог. Так, ты сегодня по Коммунистической 8 все проверила? Да, там освещение сделали, значит, восстановили на Коммунке 8, на Черемушках 5 восстанавливают, 6, значит, дом 61-63, я вот подготовила журналы, чтобы писать. И обрезку не забудь сюда включить 63-ю, 60-ю. И на Черемушках 7 гидроподъемник работает сегодня у нас, они устанавливают зонты на веншахты. А землю не увезли, вот груз это не увезли? Землю не увезли, а почему она у них остается-то, земля? Вот сейчас ведь все просядет, это будет как на 103-м доме. Кстати, по кошечкам приходили женщины, я сделала предупреждение.